Чтобы сформировать коллективный иммунитет и обезопасить население от возможного заболевания коронавирусом, необходимо привиться, говорят медики. В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от COVID-19. Она охватывает все районы области. Обеспечить жителей вакциной и без труда добираться в самые отдаленные поселения медикам помогают специальные мобильные комплексы. Один из таких сегодня прибыл в крупное торговое предприятие в Ставропольском районе. Мы с главврачами и с администрацией Ставропольского района согласовали эти мероприятия. И вот в вторую пятницу уже ко мне приезжают на предприятие делать вакцинацию массовую. Планируем и следующие пару недель тоже проводить. Все риски, связанные с заболеванием, сотрудники понимают. Поэтому и желающих получить первую, либо вторую дозу вакцины от COVID-19 достаточно. Работы у нас такая, людей очень много. Мы работаем в тесном коллективе. Необходимо, чтобы кто-то заболел рядом. Ну, потому что представился случай. У нас приехали сюда, не надо ехать в город. Но привиться давно хотел. Вакцинацию трудовых коллективов на предприятиях врачи проводят по заявкам. Прививают на территории организации по тем же правилам, что и в поликлинике. При себе необходимо иметь три документа. Паспорт, СНИЛС и полис. Пройти осмотр врача и при отсутствии противопоказаний сделать прививку. Сначала боялись, то есть поначалу. Теперь, да, в общем, можно сказать, ажиотаж пошел. Поэтому сейчас большой рост вакцинированных пациентов. Ну, то есть есть желание, стремление, потому что и отпуска, и работать необходимо. Ну и защититься себя против этой инфекции. На сегодняшний день более 970 тысяч жителей Самарской области привились хотя бы одним компонентом вакцины. Свыше 809 тысяч полностью завершили вакцинацию. Прививка – самый действенный способ оградить себя от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Особенно это важно для пожилых людей, для тех, у кого есть хронические заболевания. Поэтому лучше поспешить с прививкой и сделать ее до наступления осени. Михаил Ермоленко. События. Субтитры создавал DimaTorzok